Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе сделаем очередную микромушку, которая работает зимой, а также круглый год. Крючок я взял 18 номер, если вот такой формы. Это типично для крючка Тимка 200Р. Если такого нет, можно изготовить на нимфовом крючке. И поставил 2-миллиметровую латунную бусинку. Свинец у меня был самый тонкий 0,25. Я его расплющил, раскатал. И пока ничего не креплю. Закрепил нить. И нам необходимо с вами подготовить вот такое перышко, как я обычно показываю, маленькое для изготовления мокрых мушек. Если такого нет, можно выполнить опушку с меха. Но особенность крепления пера у нас будет несколько другая. Мы должны выполнить обмотку так, как выполняется обмотка для изготовления мушек Тенкара. Я сделал небольшое уплотнение в районе колечка, так как мы уже потом с вами туда возвращаться не будем. И закреплю наше перо. Немножко неудобно, надо быть левшой на какое-то время. Закрепили вот так у колечка. Промотали, сильно не усердствуем, так как желательно, чтобы потом подошел сюда вот так элемент нашей конструкции. Немножко, совсем чуть-чуть добавим клей и подождем, пока он прихватится. Так как большое количество нитки, нам нежелательно здесь наматывать. Учитывая то, что перо у нас очень короткое и нежное, желательно использовать перодержатель. Перодержатель желательно, чтобы был с пружиной, или вот такая конструкция с резинкой, как я вам уже показывал в одном из фильмов про инструменты. Подхватили, выберите сами, влево, вправо, как вам мотать. И буквально, вот сколько нам позволит перо, полтора-два оборота, для того, чтобы мы могли изготовить нашу опушку. Следим за тем, чтобы наши оборотки были своим загибом направлены к колечку. Если что, поправляем вот так пальцами. То есть, мы ёршик мотаем вот так в обратном порядке. Как вы видите, в моей конструкции, амортизатор у нас достаточно хорошо выполняет свою функцию, перо у нас не рвется. Закрепим наше перо, остатки удалим и подровняем. Мы закрепили материал, немножечко капнули клей, где крепили перо. И теперь берем вот так аккуратно, так, чтобы в натяжечку подтрамбовать нашим шариком, вот как вы видите, чтобы вышел вот такой обратный зонтик у нас. Подтрамбовали наш латунный шарик. И теперь нам остается только лишь сейчас добавить немножечко клей на цевьё перед шариком. И наш свинец уже окончательно задвинуть вовнутрь отверстия нашего шарика. Промажем теперь немножечко свинец. И теперь уже будем изготавливать тело. Тело очень простое, но правда понадобятся нам немножко специфические материалы. В каком смысле? Те нити, которые я вам показывал, распущенные были из тесьмы, они все флюоресцентные. Поэтому желательно вам подобрать, чтобы был довольно-таки яркий и не отталкивающий оттенок. Вот, допустим, в моём варианте я взял слегка вот такой морковный оттенок, который близкий, как и вроде бы и к морковке, и к персику, не поймёшь. Но он флюоресцентный. Хорошо себя ведёт в воде. Очень хорошо. Плюс, к тому же, тело мы будем с вами покрывать лаком. И нам понадобится, как вы вот видите, у меня имеется вот такой тёмно-зелёного цвета голографический люрекс. Если такого у вас нет, можете использовать нить чёрную. То есть, те материалы, которые вы найдёте для себя. Тело также можно изготовить будет, и используя, допустим, красную нить. Обыкновенную вот красную нить, которую я пользуюсь для вязания фирмы Хэнс. Вот. Можно изготовить и из неё, если у вас нет каких-либо других материалов. Оттенки можно использовать разные, но предпочтительнее в данном варианте вот такой оттенок. Ещё очень хорошо работает оттенок Шартрес. Но, как я уже повторял и повторю неоднократно, желательно, чтобы всё это было флуоресцентное. Тогда эффект очень хороший. Крепим теперь нашу нить, из которой мы будем изготавливать тело. Так, чтобы не доходило до свинца в натяжечку, чтобы все пряди у нас были ровненькими. Здесь, если имеется у вас белая нить, пожалуйста, используйте белую нить. Это предпочтительнее. Но, учитывая то, что мы тело будем мотать коническое, все вот эти у нашей неровности мы спокойно сгладим этой ниткой, которой мы будем изготавливать тело. То есть, её длина, величина должна быть соответствующей так, чтобы вам хватило на изготовление всего тела. В районе, где примыкает наше тело, нам необходимо оставить хотя бы один миллиметр. Здесь мы с вами будем изготавливать уже небольшую такую грудочку. Это может быть или перо павлина, чтобы было более для нас симпатично, или же это будет, допустим, даббинг, что у нас подойдёт. И всё, давайте изготовим тело и потом встретимся. Изготовили вот такой примерно формы, напоминающая небольшую личиночку или какого-либо червячка. Теперь нам необходимо с вами поставить в удобное для нас положение. Нитку можно удалить, так как длины люрекса мне достаточно, чтобы сделать завершающий узел моим люрексом. И теперь, для того, чтобы более удобно нам было работать, поставим наш станок в удобное положение. Совсем-совсем немножечко капнем лака. Пока ничего не пропитываем. Как вы видите, мы совсем немножко добавили, и цвет нашей нитки не поменялся. Поэтому я использую вот с тесьмы такую нить, чтобы при намокании наша мушка не теряла своей привлекательности. И сразу, допустим, у загиба, как обычно, я выполняю один полный оборот. Выберем для себя тот шаг, с которым будем выполнять обмотку. И не нарушая шага, чтобы это было более симпатично для нас выглядело. Выполним обмотку до самого шарика. И, как я говорил, длины люрекса мне вполне достаточно. Для того, чтобы я аккуратно не делаем большую натяжку, нашим люрексом спокойненько выполним парочку оборотов. Вот и все. Теперь отрезаем оставшийся материал. И можем уже с вами... Совсем-совсем немножечко. И подождем, пока наш лак высохнет. Лак наш немножко подсох. Я поменял на красную нить, Ну, оранжевая, если у вас имеется в наличии. И привязал ровно вот одну бородку пера павлина. И теперь нам необходимо с вами вот скрыть наше место злодеяния. Обмотав, сделать небольшую, вот такую аккуратненькую, симпатичную грудку. Доходим немножко, вот так, буквально пару миллиметров. Не доходя до нашего шарика, крепим наше перо. Учитывая то, что здесь наматывать нам нежелательно, очень много, я, как обычно, беру, добавляю совсем немножко капельку клея на нить. И сделаю этой нитью пару оборотов. И теперь спокойно можно удалять, как нашу нить, она у нас проклеена, и достаточно хорошо держит материал. И удаляем теперь остатки пера. Как вы видите, достаточно по материалам можно менять, как вы захотите. Можно было и не изготавливать эту грудку, как я изготовил. Можно просто было промотать красной ниткой, и потом это все вскрыть лаком. Но вот такой вариант мушки, это без шарика, конечно. Это типичный вариант мушки тенкара для рыбалки этой снастью, которая мокрая. Вот в таком варианте, я даже не знаю, что они только для тенкары идут, мы использовали для рыбалки в отвес. В лунке, как обычно, вы начинаете играть вверх-вниз, и наши бородки, вот эти пера, достаточно хорошо играют. Цвет подберете себе сами, но величина не должна при вот таком загибе, чтобы они доходили хотя бы немножечко до нашего жала крючка. То есть, вы поняли, длина должна соответствовать, длина бородок должна соответствовать длине нашего расстояния до жала крючка. Реагирует практически любая белая рыба. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok